Летнее трансферное окно всегда дарит клубам отличную возможность закрыть проблемные позиции и как следует подготовиться к новому сезону. Успешная работа на рынке всегда дает о себе знать. Барселона 2014-15, Реал 2013-14 и многие другие примеры не дадут соврать. Ну а этим летом некоторые команды уже за месяц успели как следует закупиться и заявить о своих амбициях на всю Европу. Голл-24 представляет топ-10 лучших трансферов этого межсезонья. Но прежде чем продолжить, ответьте на вопрос. Уважаемые зрители, какой из этих клубов прошлым летом потратил больше остальных? Варианты. Челси, Парис Анжермен, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид. Черкните свои ответы в комментариях, а мы продолжим. Иван Перышич, Интер, Тоттенхам, свободный агент. По ходу сезона Хорват долго вел переговоры с Нерадзури по поводу продления контракта. Под конец кампании многие источники сообщали, стороны близки к соглашению. Болельщики Интера обрадовались этой новости, ведь Перышич оказал большое влияние на игру команды с восьмью голами и семью ассистами в серии А. Но свой главный перформанс Иван выдал в победном финале Кубка Италии, где оформил дубль в ворота туринского Ювентуса. После того самого матча с футболистом связался лондонский Тоттенхам, который предложил игроку более выгодные условия, чем Интер. В итоге Хорват решил не продлевать контракт с Нерадзури и на два года присоединиться к Шпорам, где его ждал бывший тренер Антонио Конте. Иван может стать серьезным усилением для Тоттенхама, ведь футболист способен закрыть всю левую бровку и даже сыграть от тянутого форварда. В первое время Конте действительно не хватало латераля, который бы хорошо подключался к атакам. Эмерсон Роял был хорошей опцией, но бразилец вряд ли будет играть в основе при наличии Перышича. Единственной помехой может стать возраст — 33 года и отсутствие опыта игры в АПЛ. Но если Конте все же решился пригласить Хорвата, то наверняка тренер уверен в том, что Иван сможет заиграть на Туманном Альбионе. Антонио Рюдигер Челси – Реал Мадрид Свободный агент 29-летний немец прекрасно понимал, что следующий профессиональный контракт станет для него последней возможностью заработать большие деньги. Поэтому защитник потребовал от Челси около 300 тысяч евро в неделю и подписной бонус около 13 миллионов. Лондонский клуб долгое время не хотел идти на подобные условия, но зимой осознал безвыходность ситуации и возобновил переговоры с игроком. Только чуть позже на команду наложили санкции, из-за чего ей было запрещено продлевать контракты с футболистами. Рюдигер долго ждал, когда ситуация наладится, но в итоге не дождался и решил принять предложение мадридского Реала. Сливочные наградили Антонио щедрым годовым окладом в размере 10 миллионов евро в год и тем самым закрыли проблемную позицию в центре обороны. После перехода в Челси летом 2017 года из Ромы, Рюдигер вырос в одного из лучших защитников английской премьер-лиги. Тем не менее, за все годы на Стэнфорд-Бридж у немца было довольно много взлетов и падений. Худшим для него выдался период при Фрэнке Лэмпорде, когда игрок был близок к тому, чтобы покинуть команду и перейти в Тоттенхам. К счастью, все изменилось с приходом Томаса Тухеля. Наставник нашел для Антонио подходящую роль на поле и превратил футболиста в одного из лидеров коллектива, который в сезоне 2020-2021 взял Лигу чемпионов. Своим функционалом Рюдигер должен добавить Реалу агрессии и мощи в обороне, чего порой не хватает Алаби и Мелитау. В любом случае, один из лучших защитников АПЛ, к тому же пришедший бесплатно, на сегодняшний день кажется очень многообещающим трансфером. Талантливый хаффбек долгое время находился на радарах у европейских топ-клубов, но по-настоящему созрел для повышения лишь в это трансферное окно. 20-летний полузащитник заранее договорился с Аяксом, что сможет покинуть команду летом 2022 года. Больше всего нидерландца хотела заполучить мюнхенская Бавария. Немцы долго вели переговоры и в конечном счете смогли договориться о переходе за довольно скромную сумму. Этому помогла ситуация с истекающим контрактом, ведь через год Аякс рисковал потерять Райана бесплатно. Гравенберг подписал с мюнхенским клубом контракт до 2027 года и стал вторым новичком команды Юлиана Нагельсмана в этом межсезонье, ведь сперва Бавария подписала его одноклубника, Нусера Мазрауи, который пришел свободным агентом. После подписания контракта с мюнхенцами Гравенберг признался, у него был вариант с переходом в Манчестер Юнайтед, где его ждал бывший наставник Аякса Эрик Тенхак. «Энью очень большой и прекрасный клуб, но у меня уже был хороший настроенный переход в Баварию, и я дал слово». Сделал ли Райан правильный выбор, узнаем в следующем сезоне. Нидерландцу необходимо серьезно попотеть, чтобы пробраться в основу и продемонстрировать Юлиану Нагельсману свои лучшие качества. Ив без ума. Брайтон. Тоттенхам. 29 миллионов 200 тысяч евро. После переезда в английскую премьер-лигу Малиец начал заметно прогрессировать и в итоге вырос в одного из самых многообещающих полузащитников на Туманном Альбионе. Начиная с прошлого сезона, футболистом интересовались абсолютно все команды из первой шестерки. Долгое время фаворитом на подписание Ховбека считался лондонский Арсенал. Однажды игрок запостил в социальные сети скриншот, где болельщик Канониров просил у руководства приобрести без ума любой ценой. Только вот спустя пару дней стало известно, гонку за африканца выиграли заклятые враги Арсенала в лице Тоттенхама. Шпоры сразу пошли навстречу Брайтону и удовлетворили финансовые запросы чаек, сделав полузащитника своим третьим летним подписанием после Ивана Перышича и Фрейзера Форстера. На своем первом интервью Бесума заявил, что ему не терпится сыграть за команду в Лиге чемпионов и поработать с главным тренером Антонио Конте. Итальянец явно рад заполучить в команду 25-летнего Малийца. В прошлом сезоне Тоттенхаму явно не хватало глубины состава в полузащите. До прихода Бентанкура на этой позиции производилась частая ротация, и лишь Пьер Эмиль Хойберг стабильно выходил в стартовом составе. Бесума не славился умением забивать голы и раздавать ассисты. За четыре года в АПЛ Хойберг лишь трижды поражал ворота соперников и отметился двумя результативными передачами. Но главный талант футболиста заключается в другом. В сезоне 2020-2021 игрок занял второе место в топ-чемпионатах Европы по количеству успешных единоборств. Кроме того, Бесума отлично умеет работать с мячом и протаскивать снаряд в опасные зоны, в чем можем убедиться, посмотрев его нарезки. Молодой немец стал одним из главных открытий прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. В групповом этапе нападающий забил четыре гола и отдал одну голевую передачу, что помогло Зальцбургу впервые в истории выйти в раунд плей-офф. Если же говорить о статистике 20-летнего форварда во всех соревнованиях, то на его счету 23 мяча и 8 голевых передач. Успехами футболиста была впечатлена дортмундская Боруссия. Шмели пытались оформить трансфер Адееме еще зимой, но австрийцы отказались отпускать ключевого игрока перед важными матчами в одной восьмой Лиге чемпионов против Баварии. Мюнхенцы, к слову, тоже были заинтересованы в Кариме, но нападающий остановил свой выбор на дортмундской Боруссии, так как, по его мнению, в этой команде у него будет больше шансов на прогресс и места в основе. В результате Шмелям удалось договориться о трансфере Адееме в конце весны. В Дортмунде немец должен заменить звездного нападающего Эрлинга Холланда, который тоже в свое время прибыл в команду из Зальцбурга. Хоть Карим пока и не настолько перспективен, с годами игрок вполне может вырасти в настоящую суперзвезду. По крайней мере, для этого у него есть все данные. Друзья, если вам нравится наше творчество, то рекомендуем подписаться и на наш телеграм-канал Гол24. Только в нашем телеграм-канале вы будете получать уникальную футбольную статистику, участвовать в викторинах, а также первыми получать срочные новости из мира футбола. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. После переезда в Испанию из Нанта, бразилец добился большого прогресса под руководством Хулина Лопетеги. Своей игрой защитник привлек внимание многих топ-клубов, среди которых были Челси, Арсенал и даже Реал Мадрид. Но так как Севилья не желал рано расставаться со своим футболистом, андалузцы решили повременить с его продажей. В январе этого года на Карлоса нацелился Ньюкасл. Сороки отчаянно пытались приобрести бразильца, но согласовать сделку так и не удалось. Зато спустя несколько месяцев Диего оказался в другом английском клубе, в Астенвилле, где его заранее хотел видеть тренер Стивен Джерард. 29-летний защитник подписал с бирмингемским коллективом контракт на 4 года и стал первым новичком команды в это трансферное окно. Партнером Карлоса по защите в новом сезоне наверняка станет Тайрон Минкс, который успел провести 17 матчей за сборную Англии. В целом трансфер Диего должен помочь Астенвилле улучшить уровень обороны, которая в прошлом сезоне была далеко не на лучшем уровне, пропустив 54 гола в 38 турах английской премьер-лиги. В любом случае будет интересно понаблюдать, как справится Джерард в своем первом полноценном сезоне во главе клуба после поддержки от руководства на трансферном рынке. Летом 2016 года Сенегалец стал ключевым игроком в команде Юргена Клопа после перехода из Саутгемптона. С годами нападающий становился все лучше и лучше, вследствие чего превратился из хорошего игрока в настоящую суперзвезду. За шесть лет в составе скаузеров Мане выиграл по одному из всех возможных трофеев, за исключением Суперкубка Англии, перед финалом Лиги Чемпионов с Мадридским Реалом. В прессе стали появляться слухи о том, что Садио не договорился о продлении контракта с Ливерпулем, и теперь хочет уйти. Желание форварда сразу же подхватила Мюнхенская Бавария, которая начала переговоры с английскими коллегами. Клубы долго не могли прийти к компромиссу, так как, по мнению немцев, скаузеры очень много требовали за 30-летнего игрока с истекающим контрактом, но соглашение в конечном итоге было достигнуто. Ливерпуль подписал Дарвина Нуньеса из Бенфики, после чего дал Мане зеленый свет на переход в Баварию. По прибытию в Мюнхен Садио заявил, что очень обрадовался, услышав об интересе со стороны команды Юлиана Нагельсмана. Проблем с адаптацией у сенегальца возникнуть не должно. Футболист успел выучить немецкий язык за два года в австрийском Зальцбурге. Если же говорить об игровом стиле, то Бавария действует в подходящей для игрока атакующей манере, с агрессивным прессингом и быстрым забеганием за спины защитников. Кто бы что ни говорил, мюнхенцы заполучили высококлассного и опытного нападающего за относительно небольшие деньги. А вот Ливерпулю первое время придется тяжко, ведь Мане на протяжении восьми лет стабильно забивал от 10 до 20 голов за сезон в АПЛ. Подобным достижением может похвастаться лишь Харри Кейн из Тоттенхама. Мощный норвежский спортсмен буквально ворвался в элиту европейского футбола в сезоне 2019-20, когда настрелял за австрийский Зальцбург 8 голов в групповом этапе Лиги чемпионов. Талантливого форварда к себе забрала Боруссия, после чего прогресс футболиста ускорился еще сильнее. Прошлым летом его пытался приобрести Челси, но из-за отказа шмелей лондонскому клубу пришлось переключиться на Ромелу Лукаку, который по итогу провалился на Стэнфорд-Бридж. Про худшие трансферы минувшего сезона мы уже выпустили видео на нашем канале. Всем советуем посмотреть. В целом Холланд провел в Дортмунде два с половиной сезона. И отметился 83-мя голами в 87 матчах. В это трансферное окно в контракте у норвежца активизировалась сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Конкуренция за Эрлинга была просто невероятной. Игроком интересовались едва ли не все топ-клубы Европы. Мадридские Реал и Барселона всячески пытались заманить нападающего выгодными условиями. Но форвард остановил свой выбор на Манчестере-Сити. Перспектива поиграть за горожан под руководством Пепа Гвардиолы оказалась для игрока очень привлекательной, чтобы от нее отказаться. К тому же за этот клуб в свое время выступал отец футболиста Альф Инге, который в свое время запомнился знаменитым конфликтом с капитаном Эмью Роем Кином. После подписания контракта с клубом Эрлинг сразу сказал, что болеет за Манчестер-Сити с самого детства. В личном архиве нападающего до сих пор сохранилась пара фотографий в футболке горожан. Одну из них как раз использовали во время презентации игрока, посадив его на диван в той же позе. Как бы то ни было, в руководстве Сити не сомневаются в потенциале форварда. Возможно, норвежцу понадобится год на адаптацию, но после этого от Холланда явно будут требовать как минимум 20 мячей за сезон в английской премьер-лиге. Дарвин, Нуньес, Бенфика, Ливерпуль. 75 миллионов евро. Уругвайц был одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке. Долгое время фаворитом на подписание игрока считался Манчестер Юнайтед. Пока красные дьяволы пытались выпросить у Бенфики скидку, но на арену вышел Ливерпуль. Мерсисайдсам позарез необходим был нападающий на замену Садио Мане, который собрался уходить в Мюнхенскую Баварию. Тренер команды Юрген Клопп считал наиболее подходящим кандидатом на место сенегальца именно Нуньеса, поэтому скаузеры не скупились и довольно быстро закрыли сделку за 75 миллионов евро. Более того, этот ценник с учетом бонуса в будущем может возрасти до 100 миллионов. Сейчас Дарвин занимает в списке самых дорогостоящих игроков в истории Ливерпуля. Лишь второе место, но уже через год футболист может подняться на первую строчку, потеснив Вирджила Ван Дейка. Мерсисайдсы не понаслышке знают о Нуньесе. В прошлом сезоне Уругвайц дважды поражал ворота скаузеров в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Сперва нападающий сделал это на Иштаде Удалуж, а затем и на Энфилде. В целом форвард забил в том розыгрыше турнира 6 голов, в числе которых и победный мяч в 1-8 финала против амстердамского Аякса. Если говорить о результативности Дарвина во всех турнирах, то он настрелял 34 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. В свое время соотечественник Нуньеса Луис Суарес посоветовал форварда каталонской Барселоне. Но руководство синегранатовых скептически отнеслось к трансферу игрока, который на тот момент выступал за Альмерию. Теперь же нападающий перебрался в один из сильнейших клубов мира. Да и к тому же попал в топ-2 самых дорогостоящих игроков в истории Ливерпуля. 22-летний Вундеркинд долгое время находился на радарах у многих топ-клубов. За игроком следили такие команды, как Челси, Ливерпуль, Парис Инжермен. А еще в прошлом сезоне Дидье Дешам впервые вызвал футболистов в сборную Франции. У игрока была настолько хорошая пресса, что Монако просто не мог не потребовать за него огромные деньги. Из-за больших запросов Монегаска в круг претендентов ночью Амини сузился до двух клубов – Парис Инжермен и Реал. Как бы парижане не старались убедить Орельена перебраться на Парк-де-Пренс, полузащитник уже сделал свой выбор и заранее сообщил своим одноклубникам о желании переехать в Мадрид. После того, как ПСЖ продлил контракт с Киллианом Мбаппе, президент сливочных Флорентино Перес просто не мог проигнорировать возможность поквитаться с парижанами. Реал заплатил Монако требуемые деньги и привел Чуамини на Сантьяго Барнабеу. За трансфер француза королевский клуб заплатил 80 миллионов евро. Но в будущем эта сумма благодаря бонусам может возрасти до 100. Это значит, что Орельен со временем может войти в топ-3 самых дорогих футболистов в истории Реала после Эдена Азара и Гарета Бейла. Как для полузащитника оборонительного плана, Чуамини, возможно, и слишком дорого обошелся сливочным. Но если футболист все же заиграет, француз может стать долгосрочным решением для клуба в опорной зоне. Теперь клуб постепенно может расставаться с Модричем, Казимира и Кроусом, внедряя в среднюю линию Камавингу, Вальвердо и Чуамини. Друзья, какими вы громкими не казались некоторые трансферы, их эффективность может проявить себя только со временем. В футболе припоминается множество случаев, когда игрок после перехода не смог адаптироваться к новым условиям и оправдать ожидания. Какой трансфер этого лета, по вашему мнению, станет самым удачным? Напишите об этом в комментариях. До скорого!